Спортсмены высокого возраста Ненецкого округа вернулись из спартакиада пенсионеров. Она прошла в Туле с 29 сентября по 1 октября. Наш регион представляла делегации из 8 человек под руководством Риммы Костиной, председателя регионального отделения Союза пенсионеров России. Традиционно по возвращении домой любители спорта встретились с главой региона Игорем Кошиным за чашкой чая. Римма Костина рассказала губернатору об участии нашей команды на спартакиаде, на которой пенсионеры Ненецкого округа выступили достойно. Напомню, что в рамках спартакиада спортсмены соревновались в шести дисциплинах. Легкой атлетики, плавании, пулевой стрельбе, дартсе, настольном теннисе и комбинированной стафете. Как в личных первенствах, так и в общекомандном зачете. По результатам последнего лучшей стала команда Челябинской области. На втором месте команда Поморья. На третьем – Краснодарского края. Мы хорошо выступили в легкой атлетике. У нас еще плавец Мяндин Анатолий Васильевич, у него тоже хорошие результаты. Вообще, надо сказать, что стрелок у нас в девятое место Софья Константиновна. Да. Я считаю, что приобретение в нашей команде в девятое место из шестидесяти пяти более чем здорово. Глава региона поздравил нашу сборную со спортивными успехами и высказал предложение о проведении региональной спартакиады пенсионеров. Вот нам важно, чтобы в наших поселениях пенсионеры тоже не скучали и тоже занимались спортом. Поэтому, может быть, нам действительно такие мини-спартакиады по каждому поселению проводить, а и то бы уже проводить как-то здесь, вот в Наримаре, тогда это будет вот у нас какое-то такое… Муниципальным образованием. Да, по муниципальному образованию. Да, это надо мне не выгодить, главное. Абсолютно верно. В связи с главой. Вот если нет разражения, я буду на поручение данного, и мне надо это проработать. В ходе неформальной встречи пенсионеры также обратились к главе региона с просьбой, чтобы в каждом спортивном учреждении для спортсменов высокого возраста было выделено определенное время для бесплатных занятий. Игорь Кошин пообещал лично посмотреть расписание тренировок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова